Надо избегать очень частого обращения к указам президента с целью изменения или корректировки того или иного законодательства. Притом спустя короткий промежуток времени, относительно короткий промежуток времени. Я, конечно, понимаю, что жизнь на месте не стоит, все течет, все изменяется. Но если мы вчера приняли, образно говоря, нормативно-правовой акт, закон, подзаконные акты, декреты президента, указы, а через год-два начинаем корректировать эти нормативно-правовые акты, это говорит о том, что на экспертном уровне и на уровне подготовки этих законопроектов работа организована слабо. Надо принимать такие нормативно-правовые акты, которые могли бы работать хотя бы пятилетку. Потому что любые изменения, особенно в экономической сфере, влекут за собой определенное беспокойство предпринимателей и тех, кто этим занимается. Но это так, между прочим, замечание, это надо иметь в виду. И обращаться к корректировке тех или иных нормативно-правовых актов только тогда, когда это абсолютно необходимо, неизбежно и очень-очень нужно, поскольку это тормозит те или иные общественно-политические и экономические процессы. Поэтому, что это за спонсорская помощь в плане инвестиций в сельское хозяйство и почему мы не можем обойтись тем нормативно-правовым полем, которое у нас сегодня создано. Это вопросы лицензирования. Я так понимаю, что проект указа вами подготовлен в правительстве по поручению, которое было дано на совещании с предпринимателями в свое время. Но при этом я хочу сказать, что мы предприняли в последнее время беспрецедентные шаги по отмене лишних разрешений, то есть лицензирования. Но я уже не знаю, какие направления у нас регулируются таким образом, каким видом надо деятельности заниматься, чтобы идти получать разрешения. У нас, в общем-то, либерализирована эта система настолько, насколько ни в одной стране она не либерализирована. Но, опять же говорю, жизнь идет, все изменяется. Видимо, где-то что-то надо подкорректировать. Где, зачем и почему.